Возможно, вас улыбнёт информация о том, что я сутки сидел и думал, как назвать тему сегодняшней нашей встречи. Почему-то хотелось назвать «Экхидевлят бирмиллят» – «Два государства, одна нация», как любил говорить Алиев и как сейчас любят говорить в Азербайджане. Но мы не будем опускаться до низости Алиева и заниматься плагиатом. Ведь, по сути, эту цитату Алиев содрал из «Рухнамы» Туркменбаши Сапармурада Ниязова, где тот писал о братстве туркменского и турецкого народов. А сам Туркменбаши содрал из плакатов немцев во время сваливания Берлинской стены и объединения двух немецких государств – ГДР и ФРГ – в 1989 году. Словом, как вы уже догадались, речь пойдёт о так называемом «одном народе» – азербайджанском и турецком, которые де-факто вовсе таковыми не являются. Причём, как вы заметили, чаще всего азербайджанцы любят говорить об однородности турецкого и азербайджанского народов. А турок этого не слышно. Разве что на уровне баканов, то есть турецких министров. Не больше и не меньше. Почему же так происходит? Ответ прост. Среднестатистический турок почти не знает азербайджанцев и познакомился с ними только с развалом Союза, когда последние стали массово ездить в Турцию, работать, учиться и признаваться в любви. Вот армян турки знают отлично. И дело не в геноциде, а в догеноцидальном периоде. А всё потому, что армяне оставили огромное наследство после себя в виде дворцов и мечети, построенные армянскими архитекторами, и с которыми я вас ещё ознакомлю в фильме «Армянский след Стамбул» в феврале. То есть уже через месяц. И вот что я привёз недавно из Стамбула. Книга «Армянские зодчи Стамбула». Здесь имеется буквально всё то, о чём я сейчас говорю. Книга на турецком и на английском языке. Купил я её свободно в Стамбуле в обычном книжном магазине. Так вот. А что оставили азербайджанцы? Да вот абсолютно ничего. Ни в книжных магазинах Стамбула ничего подобного о них я не нашёл. Потому и народа как такового не было сто лет назад, чтобы они чего-то там оставляли. Когда турки ведут между собой искреннюю беседу об армянах, обычно они их охарактеризовывают богатыми, умными и талантливыми людьми. Именно таковыми турки запомнили и армян, и вкрались армяне в их памяти. Это если исключить из внимания геноцид армян, который рано или поздно, естественно, признается этой страной. Во всяком случае, власти приходят и уходят, а настроения нынче турок вполне проармянские, учитывая проармянских курдов, взаза и самих криптоармян. А вот к азербайджанцам отношение в Турции как к туркам, провинциалам из Адыямана. Ибо азербайджанский язык, который якобы один в один похож на турецкий, лишь миф, созданный самими азербайджанцами. Азербайджанский язык скорее больше походит на язык анатолийских скотоводов, чем на турецкий. Эти языки не так похожи, чтобы их называть одним и тем же. И азербайджанцы, и турки не дадут мне соврать, если я скажу, что турок не понимает по-азербайджански, а азербайджанец по-турецки. Это миф о похожести. Между ними такая же разница, как между русским и болгарским, например, языками. Можно уловить лишь смысл сказанного. Я бы даже сказал, что азербайджанскому языку и народу ближе туркмены и туркменский язык, нежели турки и турецкий язык. Заявляю это с полной ответственностью, владея и турецким, и азербайджанским. Но турки поблотнее будут, чем туркмены. Оттого примазаться азербайджанцам хочется именно к туркам. А туркмены на среднеазиатов похожи. Брататься с ними значит напрямую отвергать свою теорию автохтонности в Закавказье. Зато туркменских династий и государств не чураются. И каракойунлу приспособили под себя, и аккоюнлу. Кстати, странно, что государство это азербайджанское называется по-туркменски. Аккоюнлу. А не по-азербайджански. Ахгоюнлу. Да и менталитетом не сложилось. Как известно, в современных турках не только тюркское, но и греческое, армянское, курдское, албанское, арабское и даже южнославянские крови. То есть народ, который вобрал в себя Балкана, Малазийское, Ближневосточный, Венегрет на тюркской, алтайской посуде. Тогда как азербайджанцы из тата-ирана-талышско-курдском венегрете сформировались на туркмена-тюрко-алтайской посуде. Я уж не говорю о различиях масхаба. Все это никогда не роднило турок и азербайджанцев. Да и турки куда хитрее. Первая попытка исходила от турок в первой половине 20 века, когда в интересах Турции было создание очередного тюркского государства на Каспии. Я имею ввиду Нури Пашу, одного из создателей азербайджанской государственности в начале 20 века. Но это делалось не от любви к зак-татарам, а татарам в целом, горским, среднеазиатским, волжским и прочим. Осуществлялась политика пантюркизма и нужно было создать цепь тюркских государств от Средиземноморья Турции до Якутии Северных морей. Вторая же попытка стала осуществляться уже в конце 20 века при азербайджанском президенте Абульфазе Эльчибеи, который так прогнулся под турок, что долго маялся в переменовании родного языка. То азербайджанский язык переименовывали в тюркский, то снова из тюркского в азербайджанский. Но не нравился Эльчибею иранский этноним азербайджан, азербайджанский. Вот и решил именовывать, переименовывать. Счастливые люди, молодые народы, как же они легко могут себя переименовывать? Себя, свой язык, свою культуру, письменность и прочее. Одни могут спокойно назваться македонцами, не имея к ним отношения. Другие египтянами, третьи еще бог знает кем. Ну, это другая история. А я продолжу. Итак, несмотря на подхалимаш азербайджанцев к туркам, которых роднит лишь больной для одних и других армянский вопрос, Сами азербайджанцы на протяжении всей истории видели от турок не братство, а наоборот. Предательство, продажность, низость. И это происходило систематически в истории, если учитывать, как сами азербайджанцы того хотят, что сефивитское, мол, государство было азербайджанским, а не иранским. Пойдем им навстречу в этот раз и напомним, что именно Османская империя разрушила сефивитскую империю вместе с афганцами. И именно Османская империя из закупленных в Европе пушек стреляла по сефивитским воякам. Получается, если учитывать, что турки это одна с ними нация, тогда получается, что она та самая известная гоголевская унтер-офицерская вдова, которая сама себя высекла. Можно вспомнить и начало 20 века, когда 11-я Красная Армия вошла в Баку, и нончи любимый Ататюрк не помог азербайджанским братикам, а наоборот сдал их русским, в азербайджанской интерпретации армянам. Пообещал Ленину, что не станет вмешиваться, подписав с советами ряд союзнических и территориальных договоров. А чуть позже случилось вот что. Послушаем самого Эрдогана о том, как турки пустили под пули коммунистов полторы сотни азербратьев. Долгое время Народно-демократическая партия Турции пыталась скрыть и предать забвению один печальный инцидент. Болезненное событие в истории турок и азербайджанцев постепенно было раскопано. В 1945 году 146 представителей азербайджанской интеллигенции сбежали от сталинских репрессий. Они перешли реку Арас через мост Буралтам и пересекли границу с Турцией. Азербайджанцы, переходя на сторону братьев, не ожидали от них предательства. Сталин требовал передать азербайджанцев Советскому Союзу. Тогдашнее правительство Турции официально потребовало беженцев вернуть обратно. Пограничник долго не мог поверить своим глазам и ушам, откладывал выполнение приказа. Однако вскоре поступил официальный приказ из Анкары. В приказе строго требовалось возвратить азербайджанцев обратно в Советский Союз. Азербайджанцы понимают ситуацию и просят турецких солдат не выселять их или убить на месте под турецким флагом. Но приказ из Анкары не должен был быть оспоренным. Пограничник, не имея другого выхода, 146 азербайджанцев своих братьев передал советской стороне. Азербайджанцы со связанными руками проходят границу Турции через Буралтан и около моста, уже на стороне советов, были расстреляны на глазах турецких солдат и командиров. Начальник пограничной заставы с турецкой стороны не смог вынести это зрелище и совершил самоубийство. Эрдоган решил рассекретить деяния своих предшественников, которые долгое время хоронили в тайне и забвении. Что ж, армяне, как никто другие, знают способности турок скрывать и предавать забвению. Надеемся, что будет у Турции и другой, Джумхур Башкан, который освободит из забвений и геноцид армян. Что касается азербайджанцев, то, разумеется, Эрдоган в этот трагизм исторический придал немного мелодрамы суицидам пограничника. Что ж, все ж восточный народ, индийское кино, ничего не подел. Также надо помнить Баку, что в годы правления Эль-Чебея Демирель не дал даже двух вертолетов для эвакуации женщин и детей из зоны боевых действий в Карабахе. Он заявил местной прессе тогда, что в случае помощи Азербайджану Турция столкнется с Красной Армией. Позже премьер-министр Миссур Елмас определил братское отношение Турции к Азербайджану, исключительно исходя из геополитических соображений. И потом, сам Азербайджан однажды подставил братца Анатолийского здорово. Это случилось в 1980 году, когда Азербайджан признал геноцид армян. Да-да, вы не ослышались. В 1980 году азербайджанскими энциклопедистами из Академии наук Азербайджанской ССР была размещена статья в Азербайджанской советской энциклопедии о геноциде армян 1915 года в Османской империи. За подписью 30 азербайджанских академиков в статье энциклопедии говорится. В 1915-16 годах османы уничтожили полтора миллиона армян. Тысячи были угнаны из родных земель в Месопотамию. 300 тысяч армян нашли приют на территории России. Остальные спасшиеся представители этого народа рассеялись по Европе, Азии, Африке и Америке. Так что в отличие от старших братьев, турок, их младшие братья, вот уже 36 лет, как признали геноцид армян. И еще сейчас было бы уместно освежить в памяти азербайджанцев некоторые детали из прошлого этого народа, из чего бы они подумали и сделали вывод, кто им ближе. Добрые соседи армяне или далекие братья турки, которые кроме бед ничего в истории Азербайджана не приносили. Как вы понимаете, я все делаю исключительно на основе независимых источников. В данном случае я напомню мою лекцию годовой давности, где я цитировал известного русского классика, историка Маркову, ее книгу «Россия, Закавказье и международные отношения в XVIII веке». Это очень интересно, советую послушать и снова вернемся. «Знаете, а ведь я нашел эту книгу, не поленился, почитал и очень внимательно почитал. И ни о каком представителе азербайджанского государства в книге Марковой речи нет. Императрицей был принят посыльный уже не карабахского ханства, муса, султан, посыльный от меликов. И в протоколе императрицы демонстрация дворца со включением фонтанов является важным для любого посла. Карабах не был отдельным государством. Карабах в XVIII веке освободился от персидской митрополии, а до освобождения и включения его в Российскую империю он назывался ханством, как и другие ханства, в том числе Бакинское, в составе единого персидского государства сефевидов на протяжении двухсот лет. Я вот о чем подумал. А сам Фуад Али, читал ли он всю эту Маркову? Если читал, то почему скрыл массу любопытных фактов от своих земляков? Полагаю, что не успел, смерть настигла. Тогда сделаю это я. Никто Фуада за язык не тянул. Нужно было осторожно кидаться ссылочками. А за неосторожность вот что бывает. В этой же книге Марковой, на которую смело сослался Фуад Алиев, в третьей главе «Россия, народы из Кавказья, Иран и Турция», на странице 115 есть такие строки. Еще большую нетерпимость, доходившую до человеконенавистничества, проявили турки в отношении азербайджанцев, мусульман шиитского толка. Постановлением Чрезвычайного совета турецкого правительства им была объявлена священная война. Три фетвы муфтия, опубликованные в связи с этим, призывали уничтожить мужчин и захватывать в рабство женщин и детей. Имущество шиитов объявлялось законной добычей турецких солдат. Командовавший созданным в 1725 году низовым корпусом князь Долгоруков доносил в следующем году из Астрахани Верховному Тайному Совету, что разбежавшиеся при турецком нашествии басурманские народы, то есть азербайджанцы-шииты, продают своих детей русским и армянам вечное и временное услужение. Как вам такой расклад? Любопытный, правда? Не было бы счастья, да несчастье помогло. Фуапт Алиев собрался было сфальсифицировать историю армянского народа посредством независимого источника Марковой и сам же сдал свой народ с потрохами. Причем с такими потрохами, что турки оказались вовсе не братья, учитывая, как они с ними поступили. Зато армяне скупали азербайджанских детей, тем самым спасая их. К тому же, внимание, Маркова на 116 странице продолжает. Азербайджанцы и армяне всячески стремились предотвратить у них появление турецких войск. В ожидании повторного турецкого нашествия армяне и азербайджанцы Гянджи заключили весной 1724 года договор о взаимной помощи. То есть вы понимаете, насколько нужно любить нефтемонаты, чтобы из ученого превратиться в гнусного лагунишку и нагло исказить исторический документ? А ведь этой самой книгой Марковой можно руководствоваться во имя мира между армянским и азербайджанским народами. Но азербайджанская наука, выполняя заказ своего правительства, даже столь важные архивные сведения пытаются исказить и подать в развратном виде. Ну, чем не Чичулина? А ведь книга одна и та же, то же название, тот же автор, тот же год издания, те же выходные данные. Плюс ко всему Маркова сообщает на странице 117 важные сведения, из которого становится ясно, что пока бусурмане и шииты, азербайджанцы, бежали от всего этого турецкого ужаса, армяне отважно защищали регион. Внимание! Стойкость армянского народа в борьбе за освобождение не раз отмечалась современниками. Армяне, как и прежде стояли, так и ныне стоят крепко, писал Вахтанг Баадуру Туркестанишвили в сентябре 1723 года. После водворения турок в Восточном Закавказье, армяне повели с ними партизанскую войну. В 1726 году они трижды побили турок под Гянджой. Вот такие братские, я бы даже сказал, поневратские отношения между турками и азербайджанцами. История все хранит. Ничего выдумывать не нужно, когда есть сама история. В заключении о Турции. Недавно в Стамбуле произошел теракт на площади Султан Ахмед. Все погибшие иностранцы. Учитывая хитрость и коварство турецких властей и турецких спецслужб, я не удивился, что теракт произошел именно сейчас, когда и в России, и на Западе Турцию стали подозревать в связях с ИГИЛ. И не удивился, что теракт произошел на площади Султан Ахмед, где всегда много иностранных туристов, а не на площади Таксим, где всегда много граждан Турции. В следующий раз, если турецкие спецслужбы задумают обратить на себя внимание мира, что и она тоже якобы жертва ИГИЛ, а не партнер по углеводородам, то пусть устроят взорвать для убедительности в Таксиме. А еще лучше, в Анкаре, в районе Хекюметь Бенасы. Так будет убедительнее. ИГИЛ, Бенасы. ИГИЛ, Бенасы. Продолжение следует...